Косметический бизнес Косметический бизнес в России Косметический бизнес в России В России еще 40 странах мира, это десятки тысяч людей. При этом были трудности, которые связаны были с тем, что поставщики зашатались. Сначала китайские, по поставкам, прежде всего, некоторых видов упаковки, по одежде, конечно, на фабрике стояли 3 месяца. Потом немножко Италия, откуда мы ведем макияж, декоративную косметику, тоже так возникли риски. Ну, в общем, благодаря оптимизации поставок мы справились. Ну и, конечно, выручило то, что у нас очень большой ассортимент. У нас около 1200 позиций основного ассортимента в каталоге, даже если там 50-60 позиций нет. Поэтому в целом мы прошли, конечно, с потерями, но хорошо всю эту эпидемию. В общем, даже мы наблюдаем прирост в продажах к прошлому году, вот за полгода в целом. А можете назвать цифру? Да, это примерно плюс 15%, если мерить в рублях. В 2003 году, спустя 6 лет после основания компании, вы вышли на международные рынки. Как бы вы оценили свою конкурентоспособность на международной арене? Тогда, конечно, наша конкурентоспособность была очень невысокого, я бы сказал, качества. У нас не было немножко уверенности в себе. Поэтому, например, мы продукты для Европы, для Польши, для Румынии, для Чехии стали производить во Франции. Что, конечно, на себестоимости сказалось и на неудобстве. А через года полтора-два мы увидели, что для людей в Европе нет разницы, где произведено. Если продукт хороший, во Франции он произведен или в России, для них разницы нет. И мы, конечно, перенесли производство в Россию, это очень нам все упростило. Часто, но это конкуренция в наших головах. Нам кажется, что мы не такие, все у нас в порядке с конкуренцией. Интересно, что сейчас Фоберлик входит в топ-100 мировых компаний. Когда я начинал 20 лет назад, было 20 тысяч компаний в мире косметических. Сейчас 50 тысяч. Поэтому мы входим в мировой топ-100 по выручке. К сожалению, мы единственные из российских компаний, кто входит в международный рейтинг. Как вы оцениваете конкурентоспособность российских производителей косметики? Не так много производителей идут на экспорт продавать. Но вот те, кто идут, а это и компания Сплат, и компания Эрнест, Натура Сибирика хорошо идет, Градиент продает свою тушь на Амазон. Поэтому те, кто движется, у них все идет хорошо. Это требует много времени, внимания, требует переводов на иностранные языки, Построение системы, логистики. Много инвестиций, но я считаю, что это того стоит. Я вот смог бы всем порекомендовать идти на экспорт продавать. Когда ты конкурируешь на своем рынке, это такая хорошая первая стадия конкуренции. Но пока ты не начал конкурировать с глобальными компаниями, Пока нет сильных учителей, ты сам слабый. В смысле, конкуренция везде полезна. И вот на рынках товарных точно. Но я вижу сейчас, что и в политике было бы очень полезно. И если бы конкуренции побольше, тогда у нас были бы более качественные игроки. Ну, о политике мы поговорим чуть-чуть попозже. Пока идем в хронологическом порядке. Семь лет назад, в 2013 году, в каталоге Фаберлик, помимо косметики, появились еще товары одежды. Сначала детская одежда, да. Детская одежда, потом женская одежда. Почему вы решили развивать это направление? Много лет себя мыслили, как косметический игрок. Больше 10 лет. Людям хочется быть первым в маленькой нише, первым в какой-то лужице, чем десятыми или сотыми в большом море или океане. А мы стали смотреть на себя так. Нам тесно в рынке косметики. Надо шире смотреть на себя. И мы стали, например, делать там БАДы, бытовую химию, которую мы назвали «косметика для дома». И мы видели, как нашим покупателям удобно у нас не только привезти косметику, там парфюмерию, гель для душа, но и другие товары. И в том числе от наших консультантов, наших партнеров пошел запрос на одежду. Мы попробовали сначала в детской, пробовали работать с итальянскими дизайнерами. В принципе, неплохо получалось, но потом ощупали свой стиль. Мы пригласили самого яркого человека в России, я считаю, Андрея Бурматикова, с которым вместе сделали много коллекций. В итоге сложился такой вот пул тех линий, которые Фаберлик продает в одежде. И фэшн очень оказался полезен и для бьюти. То есть мода хороша и для красоты. Сейчас вопрос цифровизации затрагивает очень большое количество производителей. Вы одними из первых внедрили цифровизацию в свой бизнес. Насколько это помогает вашему бизнесу развиваться? Вообще, надо сказать, что взгляд на нас, как на компанию, такой вот каталога, он один раз правильный, другой раз, конечно, немножко устаревший. У нас сейчас миллион семьсот заказов в месяц. Вот есть рейтинг топ-100 интернет-игроков. Вот мы были бы пятыми после ламоды, если брать по количеству заказов. Если брать по объему продаж, которые мы делаем в интернете, мы были бы тринадцатыми после беру. В этом смысле мы большой, на самом деле, цифровой игрок. И мы и другие компании прямых продаж исторические, которые были. И трансформация началась 10 лет назад. И тогда у нас там 1-2% было цифровых продаж. Сейчас 100%. У нас есть 500 человек, работающих в штаб-квартире, 520, 140, то есть почти 27%. Это айтишники, люди в диджитале, в якоме. То есть у нас четверть компаний — это штаб-квартиры, это цифровые люди. С 1 июля жители всех регионов России получили возможность стать самозанятыми. Вы выступили с предложением увеличить сумму годового дохода до 5 миллионов рублей, который облагается налогом в 4%. Почему эта мера необходима? В целом, я считаю, что то, что люди, уже у нас больше 700 тысяч человек, зарегистрировались в прошлом году самозанятыми, это много людей зарегистрируется в этом году, это такой хороший процесс, такого обеления тех дел, которыми люди занимаются. В целом самозанятых, по разным оценкам, от 20 до 38 миллионов людей. Людей, которые имеют второй доход. Причем часто я хочу сказать, что доход больше, чем на основном месте работы. Поэтому он очень важен. Очень важны сигналы от государства, что нет, это все серьезно, это все надолго. Ничего меняться не будет. Очень был хороший, на мой взгляд, жест, когда самозанятым ИП вернули их налоги, уплаченные в 2019 году. Люди уплатили в 2019 году, им в этом, да, эпидемию, им вернули налоги. Это реально хорошая поддержка. Получается, один, да, ввели налог пониженный, потом вернули деньги, такой второй шаг. И вот в этом смысле шаг, что и лимит по налогу с 2,400 подняли до 5 миллионов, это еще один шаг в такую копилку доверия. Пять лет назад известно, что вы создали благотворительный фонд, который называется «Капитаны». И, по сути, вы взращиваете новых предпринимателей. Что их ждет? Что ждет новых предпринимателей? Сама программа у нас уже идет 8 лет, а благотворительный фонд действительно создан 5 лет назад. Наверное, основная задача, которую я перед собой ставлю, это чтобы вырастить людей, у которых большой калибр бизнеса. Вот у нас очень любят, знаете, вот такие стартапы. Для начала это очень хорошее такое вот место, где можно поучиться. Но, как показала в том числе вот эта ситуация с карантином, эти сервисные и другие бизнесы, они очень слабые. У них маленькая прибыльность, у них нет возможности откладывать деньги, чтобы иметь подушку безопасности. Поэтому надо строить большие, средние бизнесы. И этому надо учиться. И то, что мы учим в этой программе «Капитаны», это строить большие организации. Мы, знаете, вот такое слово есть, не очень точно, такой вождизм. Вот мы учим их быть вождями. Капитанами. Капитанами, вести за собой людей, строить эти команды большие. В марте вы создали политическую партию. Почему вы, успешный бизнесмен, решили заняться политикой? Если хочешь что-то сделать, надо делать. Мы увидели, как не только нам это надо, но мы нашли 600 кандидатов в регионах, которые вместе с нами идут на выборы в этом сентябре. То есть люди, которые такие self-made, сами себя сделали. Люди, которые там социальные лидеры. Люди, которые не зависят от государств. Потому что у нас было несколько, прям сотен кандидатов, которые получали либо гранты от государства, либо какие-то еще формы поддержки. Им были звонки из администрации местных. И говорят, зачем вам это надо? Не надо заходить. Вот поэтому такие люди отселись. На стране много смелых людей. Людей, которые сами себя обеспечивают. Люди, которые пойдут, они пройдут, они депутаты. Не пройдут, они депутаты. Все равно будут заниматься обустройством своей Родины. Большой Родины, малой. Поэтому, когда ты видишь таких людей, и ты понимаешь, что ты не один, то, конечно, это очень вдохновляет. Алексей, я желаю вам удачи. И большое спасибо за интервью. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok